Я еще не начала вам рассказывать эту историю. Помимо этой истории, я хотела вам сказать, что иногда вот эта книга полный фикшен. Что такое фикшен? Фикция. То есть это придуманное, не основанное ни на каких событиях. Вот смотрите, какая у нас тут красивая площадка детская. Ее недавно только снова реновировали. Там какой-то у них день рождения, наверное. Можно здесь делать какие-то дни рождения в беседке. Очень красиво, хорошо. Но почему я говорю, что ты погружаешься в эту книгу, потому что ты знаешь, что это происходит в современности. И что даже в этих книгах, где фикция, где придуманная история, что даже в этих книгах... Так, что четки не видели? Софистика так смотрит на меня, прям как удивитель. Что даже в этих книгах, придуманных историях, фикциях, даже там описываются некоторые такие социальные явления, которым ты себя как бы можешь отнести. Концовка обычно хэппи-энд. Оскар. Это в любовных романах, возможно, хэппи-энд. А в детективных романах не всегда хэппи-энд. Особенно для преступника. Так что это относительно. Но что я хочу сказать, что почему нравятся современные авторы, современные книги? Потому что где-то они в своем повествовании задевают какие-то социальные явления, которые имеют место быть в современном обществе. И ты невольно задумываешься и как бы относишь себя с этим. Ага, я вот так у меня было, а вот у меня так было. А вот я бы не подумала, что так бывает. То есть ты как бы не просто читаешь какой-то исторический там какой-то роман, как изобрели атомную бомбу, а ты читаешь какую-то фикцию, историю, но автор очень умело и талантливо туда вплетает, что с людьми может происходить на том или ином этапе жизни, при рождении детей, при замужестве, при разводе, всякие эти психологические проблемы людей и семей и тому подобное. И это как бы очень интересно. То есть ты читаешь не только увлекательную детективную историю, но ты как бы вот эти описания, которые автор там делает, что происходило с этой женщиной, ты как бы невольно вспоминаешь, что происходило у тебя, когда у тебя были совсем крошечные грудные дети, и как ты справлялся с этими проблемами, ну, будучи первый раз мамой и тому подобное. То есть ли концовку вообще убрать, а встать читателей в раздумье? Ну, есть такие писатели, которые убирают концовку. Наверное, есть такое, как трюк. Это называется здесь, даже в фильмах называется «Cliff hanging», но тогда будет какая-то серия книг, потому что ты держишь, есть такое серия книг, ты держишь людей в напряжении, чтобы не есть как бы серия книг, где каждая отдельная история, а есть где продолжение истории. Естественно, это для зарабатывания денег, если писатель пишет серию книг и оставляет тебя как бы, это называется «Cliff hanging», по-моему, в фильме, когда ты повис на скале, и как бы ты ждёшь следующего фильма поскорее, или ждёшь следующую книгу, чтобы прочитать, а что же было дальше. Ой, девочки, меня хорошо слышно? Спасибо, что со мной три человека. Вот. Но эта книга нет, это она отдельно настоящая история. Я посмотрела у этого автора только несколько книг, но уже она получила такую как популярность. Уже две её книги с 2022 года были бестселлерами, получили какие-то там призы. Вот. Ну, ладно. Так я вот хотела, ребята, чтобы кто-то зашёл ко мне на эфир со мной поболтать. Как бы я хотела вам написать эту ссылку? Ну, что я... Что? Как? Как мне вам ответить? Подождите. Report. Так-так-так-так. Ничего нельзя сделать. Add guest. Share. Create post. Окей. Create post. Share. Create post. И нигде не могу сделать вам create post. Message searches potential spam may not be visible. All messages are visible. Окей. Ну, ладно, бог с ним. Начало расскажу, а потом... Потом, может быть, разберусь, как дать вам эту ссылку. Подзаработаете? Чё подзаработать? Чё подзар Oracle. Так. ang